Шалом дорогие друзья! Шалом Хаверим! Мы на канале Рэб Илья Губкосар и сегодня мы продолжаем с вами изучать Тору и в частности мы будем разбирать сегодня главу Вайя Гель, интересная глава, которая, ну я думаю, что каждому из нас даст тот хлеб жизни, который Бог приготовил для нас на сегодняшний день. Друзья, сразу благодарю всех, кто комментирует, кто подписывается на канал, кто проявляет активность, ставит лайки, кто участвует в жизни канала и подъема его, ну спасибо вам большое и спасибо за вашу верность Богу прежде всего, что вы умеете слышать людей и откликаться на их просьбы. Это говорит о чем? Что у вас открытое сердце и вы, ну, вы слуги, а не те, кому служат. И это очень важно, потому что, знаете, ну, имея этот опыт духовный, я наблюдал разные картины. И когда-то я вот обратил внимание на тех людей, которые приходят или в общину, или приходят в центры реабилитационные. И было сразу очевидно, кто чем движим, ну, становилось. Потому что приходил парень, пришел парень, который, ну, первый день, он никогда не читал ни Библии, ничего. И мы тогда проводили энкаутер, такой, в общем, ну, служение, освобождение, в общем. И он с первых дней, с первого часа, вот как он переступил порог хребцентра, как он, ну, до этого мы с ним много беседовали о покаянии. Он каялся, и вот переступил дорогу, порог хребцентра, он сразу, а что вам помочь, давайте я буду это делать. Ему, иди, отдыхай, ничего не надо. Ну, здесь все уже, как бы, распределено. Но он все равно продолжал вот как-то искать, прошу прощения, отключился свет, сейчас постараюсь его включить. Все равно продолжал искать, ну, искать, как бы помочь ему, как бы сделать так, чтобы, ну, чтобы, ну, в чем-то выразить свою, ну, или благодарность, или... И этот человек, он, ну, он долго был со мной вместе, и долгие, ну, годы мы провели вместе. И я наблюдал, в принципе, на моих глазах происходило становление его, и как лично, ну, как возвращение в ту личность, которую он потерял из-за употребления наркотиков, ну, и всего нехорошего такого. Но я видел других людей, которые, приходя, сразу требовали к себе внимания, сразу вот, ну, с таким пониманием, что вокруг них должны все вращаться, они центр мироздания. И вы знаете, вот, что удивительно, люди эти, не в зависимости от того, оставались они в общине или уходили, они вот в этом состоянии и пребывали. То есть, никакого не видел, ни развития, ни роста, ничего. Потому что человек, который сосредоточен на себе, ну, мы же с вами знаем, да, хорошую еврейскую мудрость, что отношение к людям предшествует Турии. Так вот, человек, который сосредоточен на служении себе, он в первую очередь, он враг себе. Почему? Потому что знаем духовный закон, да, если зерно, упавшее в землю, не умрет, останется одно, умрет, принесет очень много плода. Для того, чтобы жить для Бога, надо умереть для себя. И тогда происходят вот эти разные метаморфозы и метанои, на греческом их называют, которые преображают наше сознание. Из потребителя, из стяжателя, который думает только о себе, ты становишься человеком, через которого проходит Божья благодать, Божий свет. И это происходит и в материальном, и в духовном смысле. И это очень важно, потому что, глядя на людей, которые бегают от учения к учению, не пропускают ни одной конференции. И еще заметил, что обычно по этим конференциям бегают люди, которые, ну, одни и те же практически. Они все время учатся, пребывают в учении, и о них указано, вечно учащиеся, но не могучие постичь истины. Почему не могучие постичь истины? Из-за того, что сосредоточены исключительно на служении себе. И они забирают очень много времени, с ними надо часами беседовать, их надо постоянно жбадривать, утешать, поддерживать. И, знаете, я, ну, когда только начинал служение пастырское, был, ну, еще не было такого опыта большого служения. Хотя, ну, с самого начала практически нес пастырское служение после своего обращения. Но это так не полагалось, когда уже официально с рукоположением это произошло. Так вот, ну, не имея этого опыта, да, я очень много уделял время этим людям. И, к сожалению, на то, чтобы уделить время больше тем людям, которые, по сути, надо, но они же не требуют его, да, и ты с ними не имеешь, ну, меньше общения, имеешь общения, ну, как дела, все хорошо, спасибо, ну, слава Богу, спасибо, все. А вот эти, они постоянно требуют концентрации твоего внимания на них. И это такая ошибка, которую делают многие, и есть люди, которые, ну, в принципе, воруют самое драгоценное, что есть в нас. Самое драгоценное – это время. Это то время, которое, проводя, ну, здесь, на земле, Бог нам отмерил, для того, чтобы мы, изменяя сами, послужили примером к изменению других людей. И этого времени его, ну, если брать по сравнению с вечностью, его очень, ну, немного. Когда я, я вот сегодня утром, после молитвы сидел, размышлял, и вспоминал, ну, когда я, мне было 18, вроде это было, вот, вчера, и как так время могло пролететь, как так, ну, я помню, когда я смотрел на своих родителей, которым было уже 50, мне казалось, что, боже, они уже всю жизнь прожили, ничего себе, они уже такие древние, и почему-то я думал, что, ну, я всегда буду таким молодым, и этого возраста не достигну. Но время очень быстро бежит, и это то, что мы не можем ни за какие деньги купить, ни за какие, то есть, отмотать пленку назад мы не можем. Поэтому, и вот эти уроки, ну, я делюсь тем, что сам переживал, и, ну, для чего? Для того, чтобы вы, друзья, ну, были вооружены, ну, когда ты предупрежден, ты вооружен. И чтобы вы не повторяли этих ошибок, ну, хотелось бы, хотя кому-то надо пройти через них. Итак, глава Ваигель начинается, она, естественно, с чего она может начинаться? Заповеди о субботе, повторение этой заповеди, и насколько сильный акцент на шаббат делается в Писании, как ни на что другое. Ну, понятно, что мы же не берем Бога, потому что Бог – это, ну, центр всего, и без Него вообще ничего не может быть. Но шаббат – это очень важно, потому что сам Творец делает на этом ударении неоднократно. И поэтому важно понимать, что, друзья, шаббат – это не нечто где-то химерное, там, ну, суббота – это и суббота. Шаббат – это очень важный день недели, в который мы приходим на свидание с Творцом. И вы скажете, что Он постоянно нас видит, да, постоянно, но почему-то Он этот день отделил и сказал, что здесь будет в этом дне свидание Мое с народом Моим, с сынами Моими, и что этот день будет знамением между Мною и сынами Божьими. И помните об этом, и не забывайте, поэтому, ну, там, где есть упоминание, буду напоминать. И дальше, и сказал Моше всему обществу сынов Израиля, вот что повелел Бог, сказав, возьмите у себя приношение для Бога всяких щедрых сердцем, пусть принесет приношение Богу золото и серебро и медь, и голубую шерсть, и багряницу, червляницу, и лену, и козью шерсть, крашеный красный цвет бараны, шкуры, шкуры тахашей и дерева акации, масло для освещения и благовония, снадобие для масла, помозание для ароматного оскурения, и камни, и ониксы, и драгоценные камни для ифода, и для хушена, и всякий мудрый сердцем среди вас, пусть придет и сделает все, что повелел Бог. И дальше я, ну, как бы не буду чуть-чуть читать, а прочитаю то, что написано дальше. И сделаю Идбецалали и Галиева, и всякий мудрый сердцем, кому дал Бог мудрость и разумение знать, как исполнять все дело освященной работы во всем, что повелел Бог. И еще в одном месте написано, что Бог дал им эту мудрость, то есть они нигде не обучались, они нигде этому не могли научиться, Бог дал им мудрость. И это удивительная вещь, друзья, потому что, ну, скажу так, те дары, которые есть, которые Бог дал мне, мы сегодня будем говорить о дарах Духа Святого или Духа Истины. Так вот, те дары, они, их невозможно, ну, я всегда удивлялся, как это пророческая школа может быть. Ведь пророчество, это не от школы. И ты, ну, ну, как тебя можно научить пророчествовать, если Дух пророческий не сходит на тебя? Точно так же, как же можно тебя научить исцелять? Если Дух исцеления, то есть Бог не посылает исцеления человеку, то ты хоть в стенку головой стучись, хоть о пол этого исцеления не будет. И так же со всем другим. И вот я еще открываю книгу Коринфянам и 12 главу, послание Коринфянам, первое послание. И здесь написано о дарах. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, призывающий все во всех. Производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духу на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Иному вера, тем же Духом. Иному дары исцеления, тем же Духом. Иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Друзья, все эти люди там в пустыне, это одна из грани служения, то есть и грани учения, да? Через которые Бог проводил свой народ там в пустыне и готовя его уже к служению во Святой Земле. Бог показывал, что вся мудрость, которая может быть здесь на земле, да, и была, или есть, она, вся мудрость, это она сосредоточена в его, ну, в нем. И те, надеющиеся, уповающие на него, они, ну, в другом месте тоже в Иоанне написано, ревнуйте о дарах духовных, то есть просите. И они будут даны Богом тем, действительно, кто готовит свои сосуды для служения и готов идти за Богом и посвящать Ему свою жизнь. Но для чего даются дары? Вот этот момент очень важный, потому что есть людям, которые, ну, одаренные, ну, дар это не ты. Пусть, ну, это дар, подаренный тебе, да, но это дар Божий, и он остается даром Божьим, понимаете? И этот дар использовать не по назначению нельзя. И, ну, строго в рамках оговоренного Словом Божьим важно действовать, имея такой дар. Но, к сожалению, люди, которые имеют нечистое сердце и имеют в своем, ну, знаете, такой, ну, использовать этот дар для себя одного. Я начал это служение, то есть этот урок неспроста с того, что, ну, разделил людей, которые хотят встать на путь веры на две категории. Это тех людей, которые слуги и тех людей, которые, ну, хотят, чтобы им служили. Вне зависимости от того, где они находятся, они хотят, чтобы им служили, прислуживали, чтобы, ну, вокруг них крутились. И это люди, которые, ну, не имеют плодов добрых, они стяжатели, и они стяжают таким образом. Но могут ли они получить дар? И дам, я думаю, что могут. Пойдет этот дар на пользу им? Думаю, что нет. И поэтому еще один такой, знаете, маленький штришок в учение вношу. Если ты не очистил свое сердце, и если ты не избавился от служения своему эгоцентризму, не проси о дарах духовных, потому что дары, они, ну, Бог может дать под неоступности. И помните притчи, которые рассказывал Ишуа, что лег спать господин, а пришел, и стучались в двери, и просили хлеба. И он сказал, я уже сплю, и все. Но так как он неоступно стучал дальше, продолжал стучаться, то этот встал, включил свет, открыл дверь и дал ему то, что он просил. И так может быть. Но когда человек с нечистым сердцем, и таких я знаю, тех, кто сегодня великие, и о ком говорят много, Ну, скажу так, что их величина в собственных их глазах, но сейчас о них много говорят, и много таких, ну, знаете, нечестия проливается. То есть имя Господне хулится среди других народов, благодаря служению этих людей. Так вот, я помню, когда у нас действовали дары, и очень сильно действовали, они сейчас действуют, просто сейчас мы никак бы не бравируем этим, и не используем это, чтобы вот так, знаете, бездумно, ну, сейчас Бог вывел меня на такой уровень отношений, что я не молюсь за исцеление, если, ну, я не слышу этого от Бога, что надо сделать это. И когда, ну, я перешел к этому уже вот такому отношению, очень многие люди обижались, потому что они приходили, говорили, помолись, мы знаем, что ты молишься, как действует. И когда я говорил, что нет, я не буду молиться, потому что Бог, ну, я не слышу от Него, или не переживаю, ну, что надо молиться. Тогда я видел людей, которые обижаются, и, ну, обижаются вот на меня, из-за того, что я отказал. Ну, не могу делать то, что не позволяет мне Господь. Так вот, вот эти люди, когда мы, ну, еще служили в системе, да, и дары начали действовать через нас, эти люди, которые сейчас у всех на слуху, они приезжали и просили за них молиться. Еще тогда было видно и заметно то, что, ну, человек, как бы, не есть с открытым сердцем. Ну, я не буду называть фамилии и имена, они слишком известны. И тогда было очевидно, что это люди, которые, ну, и ищут то, что можно взять у Бога, но не самого Бога. И, ну, видишь, ты видишь. Я, кстати, не молился ни за одного, потому что, ну, так или Бог сделал, или, ну, ну, в общем, я не молился. О, и какую я сделал для себя отметку. Да, они все через время, через них начали действовать дары. Исцеление там, пророческие или еще какое-то. Но, как его все вместе собрать, чтобы было коротко. У нас в Харькове, когда мы служили в Харькове, у нас покаялись сначала одна, один человек, который был на стороне тьмы конкретно и служил ему. Ну, это женщина, она принимала силу от Джуны. И была такая, как ее правильно назвать, но служительница потусторонняя, скажем так. И вот это, она работала при МИДе Украины и, ну, на официальной ставке, ну, как на должности экстрасенса или ясновидящей, как они там ее оформляли, я не знаю. Попала она к нам, когда она была в ужасном состоянии, разорванном. И уже умирала. У нее был ацет и по 10 литров воды собиралась с ней одновременно. Она распухала и, в общем, ну, в очень тяжелом состоянии. Мы пришли за нее молиться и, когда мы начали молиться, ее начало так, в общем, она упала на диван и начала раздуваться на наших глазах. И так ее начало раздувать, а я сижу молюсь, и у меня первая мысль, если она, ну, сейчас лопнет, как этот, ну, как мыльный пузырь, меня же посадят в тюрьму за нее. Потому что шкура насколько натянула, что она стала как аж синяя, такая на животе, в частности. И там ее муж присутствовал, он сидел, смотрел так, не на нее, а на меня, так втубился и смотрел. И, ну, было, ну, действительно, мы пережили страшные моменты. И потом ее как прорвало, и с нее там выходила и земля, и что хочешь. Ну, это было, ну, такое, ну, как-то Бог давал тогда такое видение и такую силу, что мы как бы сокрыты были. Меня ничего не удивляло, я действовал сугубо в рамках очерченных Богом. Бог говорил, что делать, я ей передавал, она делала, и происходили вещи. И потом, когда она начала рассказывать о себе, она начала рассказывать о, ну, разных вот этих, ну, много о своей жизни. Бог ее тогда исцелил, она стала вот такая, ну, худенькая и помолодела лет на 20. И, ну, она очень много рассказала о своем, ну, потустороннем служении. Что я видел, друзья, и меня насколько это удивило, ну, ее тоже удивило. Она постоянно ко мне подходила и говорила, ну, как ты это делаешь? Ну, скажи, ну, расскажи, а ты научишь меня? То есть, она увидела, ну, как бы, я не знаю, кого она во мне увидела, но вот она, ну, не об этом. В общем, я увидел, что люди могут вот этот Божий дар использовать для себя, для своего обогащения, для своего, потому что она жила очень шикарно одно время, и у них там все было, у них там, ну, куча квартир, этих домов было. Ну, потом начались метаморфозы такие в ее жизни, что-то начало забирать, потом что-то начало гореть, дом сгорел, машина сгорела, потом еще такие странные вещи начали происходить в ее жизни. И я увидел, что человек, который с нечистым сердцем может, ну, вы скажете, значит, она действовала не от Бога. Ну, это, опять же, вы знаете мою позицию в этом вопросе. Я знаю, что на земле творить может только Бог. То, что от него кто-то может быть, ну, из-за своего сердца, дух заблуждения пребывать, это да и аминь, но все равно все делает Бог. Понимаете? И исцелять только может Бог. А эти, а эти, а она исцеляла, еще одна подобная, ей тоже, казалось, тоже исцеляла. Но, вот это все, что им давалось, оно потом, ну, просто разлеталось на прах. Больше того, у них забиралась жизнь, забиралась жизнь. То есть, вся жизнь, которая, ну, то есть, доводила их до смерти, вот этот дух заблуждения, потом бросал, отходил. И она была три дня в морге, кстати, ну, мертвая. И потом там жила. И, ну, в общем, с ней много таких вещей происходило. Ну, к чему я это все веду? Сейчас ввожу это все в одну кучу. Так вот, друзья, те люди в христианском мире, заметьте, и для вас это очень важно понять, те, кто слушает, важно понять один момент. Ну, потому что так сейчас людей обманули и закрутили им голову, что говорят, ну, если же, ну, там исцеляется, там чудеса происходят, то это же, там, Бог, а у Кашпировского или у этих двух женщин, которых знал весь, ну, одну из них точно знал весь мир, кто производил это все, понимаете? И очень важно понять, дар это не человек. Как же нам разобраться с человеком, да, через которого этот дар, чтобы не попасть под одну вот эту гребенку с ним, потому что взаимосвязь существует между исцеляющим и исцеленным. Ну, это отдельная тема, долго ее рассказывать. Так вот, очень важно смотреть, ну, действия дара, это очень классно, но очень важно смотреть на плоды. Мы смотрим на человека, да, вот он хамловатый такой, вот он дерзкий такой, вот он не сдерживает своих обещаний, это великий помазанник в глазах мира, вот он может обманывать, да, а потом, ну, все равно это людям все, когда им говоришь, посмотрите на плоды его жизни. Они ничего, да, ты что, это такой великий помазанник, он говорит, и вообще там, потом только раз, и этот человек разводится. И для многих начинает, ну, одни начинают прозревать, другие еще больше закрывают глаза. Поймите, друзья, там, где действует Дух Святой, там не может быть разделения, особенно мужа с женой. Там не может быть блуда, там не может быть насилие над личностью. Там, где действует Дух Святой, там появляются плоды. Вот если Дары работают вместе с плодами, то есть мы видим плоды жизни человека, да, у него одна жена, у него, ну, он не злобный, он не стяжатель, он не ищет вот это своего, ну, а ищет пользы ближнему, как бы ближнему помочь. Таким людям можно доверять. Ну, и шо я бы сказал, по плодам их узнаете вы. Дары даны для того, чтобы ними мы служили друг другу. Если мне дан дар учительства, я служу другим людям. И если вы думаете, что я вот записываю этот видеоурок, и этим все заканчивается, нет. Ко мне многие звонят, мы в разных режимах общаемся, там, Skype, Viber, еще. Потом мы ведем многих людей, с которыми имеем общение. Ну, мы встречаемся, общаемся и молимся за них, и Бог действует. Это несмотря на то, что вот в жизни нашей происходит, Оксана болеет, и у меня не сильно много здоровья, но мы не оставляем служения. И я не ограничиваю служение от записями этих видеоуроков. Скорее всего, для меня это как больше, как, ну, возможность, ну, большим людям донести, потому что сейчас мы не создаем, не созидаем общин больших, мы работаем точечно, а хочется тем опытом, который есть, поделиться. И поэтому вот эти уроки я и записываю. И глядя на человека, который имеет дары, но этими дарами он их использует вроде как на служении людям, но цель его обогащения, стяжания, постоянные вот это, какие-то вымогательства, манипуляции, знаете, нету там Святого Духа. И это я могу вам, ну, стопроцентно сказать с точностью. Просто, когда все это становится насколько очевидно, ну, вот мы не хотим обращать внимание на мелочи, да, а мелочей очень много в жизни таких людей, на которых бы надо было бы обратить. Ну, выскочила, ну, он же человек, ну, когда у них вдруг в один момент срывается маска на секунду, да, и они свою сущность проявляют, а потом раз и опять, ну, овечки. Так вот, знаете, что люди, у которых нет, ну, плоды всегда есть, но нет доброго плода, эти люди, колдуны, и, ну, вот как можно этих назвать, о которых я рассказывал этих двух женщин, да, они, ну, они их так и называли, колдуни, там, ну, современное название экстрасенсы, но они и сами этого ничего не отрицают, они даже этот титул, ведьма или колдуни, для них как это, как поздравление с добрым утром. И, ну, вот эти все, которые именем Иисуса Христа, так, чтобы вы понимали, вот эти две женщины, о которых я рассказывал, и которые, ну, людей, ну, очень сильно, там, обрабатывали, и на деньги выносили им все, и дома продавали, несли туда к ним. Так вот, вот эти две женщины, они тоже работали во имя Иисуса Христа. А у одной из них, когда я попал к ней в ту комнату, где она служила, мужа его притащил, говорит, а ты за мою жену можешь помолиться? Он пришел с проблемой алкоголизма, мы с ним долго беседовали, и он говорит, ну, а там, где есть зависимость, есть все зависимость. Ну, это тоже долго объяснять. Так вот, мы приехали, он попросил, чтобы я зашел, и там везде все в веконах, вот так Иисус, Иисус, Иисус кругом, и она не отрицает ни существования, она больше того, она посылала всех, перед тем, как начать вот этот спиритический сеанс, она посылала всех исповедоваться в православную церковь, и там им отпускали грехи. Но она и одна, и другая, одна на кладбище подхватила этот душман, и она говорит, что когда он вошел, она стала видеть, в чем люди лежат одетые, кто там в могилах, кто еще, понимаете? Другая, когда отец сильно ее побил, она в сердцах упала перед иконами на колени и сказала, или меня забери, или его. И отец шел на работу, встал конь дыбом, и копытом ударил в голову его, и он умер. То есть вот таким на обидах они получили этот дух сначала обольщения, а за ним уже и дары. В общем, друзья, это такая тема, вот просто поразмышлять, может я много информации вывалил, но сильно в кучу ее не свел, но это ограниченность с временем. Мне хочется вот эти учения раздувать на очень много. Но очень важно для нас в последнее время, потому что в последнее время будут чудеса и знамения, и такой силы, написано, что они даже избранных будут прельщать. Так вот, в последнее время надо быть особенно внимательным. Ну, в это время всегда надо быть особенно внимательным. И прежде всего смотреть на плоды. Сейчас все перекрутили, и люди смотрят на дары. Но дары ничего не говорят о человеке. А плоды скажут вам все. Потому что плод, это совместная работа Бога и человека. Там, где человек соглашается с Богом, и делает работу свою, а Бог производит свою, там появляются плоды. И это плод веры, это плод любви, это плод мудрости, это плод терпения, долготерпения, и так далее. И, ну, если этого нету, а вы замечаете что-то другого, бегите оттуда. Просто мой вам совет, потому что вы попадете под действие обращения, и под действие, вот этот, кто обещает снимать родовые проклятия, он же людей и позагонял в эти проклятия. Если по большому счету. И то, что происходит, ну, предыдущий перед ним тоже мастерски это все сделал, позагонял людей в кинскепиталы, а потом они заканчивали жизнь самоубийством. После какого действия Духа Святого может подобное происходить? Можете мне сказать? Ну, после какого общения с Духом Святым человек пойдет на самоубийство? Поэтому, ну, вот так. А дальше, ну, буду прощаться. Друзья, дал вам информацию, думайте, размышляйте, но просто прошу, не будьте беспечны. Душа человеческая драгоценна. И помните, что на нее охотятся очень многие. Очень многие рабы, будучи сами рабами тления, обещают свободу, но только на словах, хотят сделать из вас своих рабов. Вот это страшно. И с такого рабства попробуй вырваться, потому что все эти люди, которые видели, что человек употребляет наркотики, человек насилует на их глазах, они говорят, что мы как заколдованные были, мы не могли, как бы, а у них стерта вот эта грань, которая чистая и нечистая разделяет. Насколько все смешалось, насколько коктейль Вавилон приготовил такой сильный напиток, что он постирал в людей вот эти все грань. В общем, друзья, ободряю вас, тот, кто с Богом, тот, кто ищет истины, они всегда найдут ее, и гораздо проще жить в истине, пусть ты не будешь иметь какой-то славы, и пусть ты не будешь иметь с этого никаких доходов сильных и там приходов, но проще находиться в истине, лучше быть благочестивым и всем довольным, нежели постоянно искать еще больше, больше бездну человеческого я нельзя насытить. Будет сто рублей, тебе захочется тысяча, будет тысяча, сто тысяч и пойдет дальше. Нельзя, никто не сможет остановиться, поэтому внимайте тому, что я говорю, потому что часто, очень часто назад дороги не бывает, вместе со своими кумирами так и отправляются, не буду говорить куда, потому что не буду никого отправлять туда, это Бог решает. Хорошо, всем благословений, хорошего дня, окончания этого дня, и пусть Бог света просветит ваши разумы и пусть Бог света покажет вам истину, откроет вам истину. Я знаю, что во многих вопросах сейчас у многих людей много вопросов и много таких сфер, в которых эти знаки вопроса жизни, в которых эти знаки вопроса есть, но я также верю, что есть на все ваши вопросы ответ, просто надо искать его не у людей, ау-боа. И тогда вы получите исчерпывающий и такой ответ, который не заведет вас еще дальше в заблуждение, а выведет вас из этого заблуждения и поставит на дорогу истины. Благословляю вас, будьте счастливы, будьте здоровы и пусть мир Божий будет с вами во все дни вашей жизни. Друзья, потерял этот путь, который останавливает. Вот. Все, шалом, до новых встреч, шалом, шалом, шалом.